всем привет меня зовут юля добро пожаловать на мой канал четыре недели назад я наращивала себе вот такие квадраты чтобы внутри был желтый и на торцах и сверху розовый спустя 12 дней у меня начал отходить гель-лак от кончиков как вы видели я вам показывала и мне пришлось их перекрасить в другой розовый ну потому что когда мы верхнюю форму прикладываем гель становится очень гладкий гель-лаку зацепиться не за что и он начал отходить поэтому я переделала не совершила уже второй ошибки запилила гель и лак у меня прекрасно сцепился все относилось изумительно ногти крепчайшие просто они ведь они даже не прожимаются совсем вообще при каком-то вот этом вот нажатии сильному даже вон эти пальцы проминаются все отлично с квадратом не ходить не понравилось я за месяц практически не привыкла к нему совсем я не могу ничего брать печатаю в телефоне у меня вот этот вот кончик цокает по экрану меня раздражает на лентяйке у меня тоже вот эти углы мешаются в утопленную кнопку там окей нажимаешь вот этот кончик упирается мне в лентяйку и я не могу нажать ту кнопку в общем очень неудобно мне с этими квадратами несмотря на то что смотрится они может быть и круче для кого-то чем вот например миндаль но все-таки я выбираю удобство как и обещала во влоге будем продукцию от риск тестировать у меня пришли новенькие гели от марки а здесь еще топ с базой их можно приобрести как на официальном сайте так и они должны появиться по моему и на ватбрисе и на зоне топ из базы неоднократно вам показывала база жиденькая очень хорошо наносится под гель как подложку вообще идеальная и прям мягенько и быстро все наносится лучше чем каучуковая конечно и топ он тоже жиденький очень хорошо распределяется и выравнивается тоже очень понравились да так понравились что у меня уже вот эта парочка наверное 3 или 4 точно не помню все уже заканчивалось во влоге показывала вам эти гели делала небольшой анонсик для тех кто не смотрел покажу еще раз так вот этот номерок обычно приклеен вот здесь я аккуратненько отклеила и приклеила на верхнюю сторону потому что у меня в ящике лежат и мне надо сверху смотреть если стоят на полочке то удобнее конечно вот с таким номерком смотрите я показывала цвета и показала крышечку смотрите какая классная просто открываете ее вот за этот язычок и у вас уже готовая дырочка красота очень удобно и как попользовались заклеили обратно и закрыли закрываем эту страну же так деле жидкие для скоростного наращивания или выравнивания давайте вам покажу на одной типсе вот восьмой номер остальные все на типсах покажу и естественно я сделаю квадратики попробую тоже для того чтобы мне понимать в какой слой можно наращивать в толстый или пойдет и в тоненький слой смотрите как он быстро растекается ой какая классная консистенция я обалдею так сейчас пузырьку беру вот этот вот убирать вы посмотрите все чуть-чуть от центруем и в лампу будет все прекрасно красота а вот и остальные гели сиреневый розовый персиковый и молочный ну и вот это мы с вами только что сделали красота конечно с такими жидкими гелями нужно работать очень быстро но с ними но если быстро работать это так быстро и удобно и комфортно вот консистенция прямо уже все моя любимая стала я кстати от и риск когда разбавляла молочный гель вот я наверно в такую же консистенцию намешала но здесь я уже сделала за кадром так липкость липкость такая знаете она масляно скотчевая нет наверное скорее масляная здесь скотчевая непонятно так давайте и уберем сейчас попробуем по крепкости как у меня как раз здесь получилось где-то тоньше где-то толще и я наверное сейчас как раз пойму какой толщины мне надо наращивать вот это номер восемь был у нас все просохло очень очень тонюсенький слой смотрите очень упа а он крепкий а давайте попробуем сломать а я не могу сломать у меня впивается уже в руку так сломать надо как-то ну хотя бы понимать с какими как о каким усилием она сломается очень крепкий очень то есть если тем более будет арка дано не сломать нет я не могу у меня уже руки больно так другой сиреневый нет все крепко даже если я тоненькие ногти сделаю себе они сто процентов у меня будут держаться тоже тоненькая все и такие крепчайшие в тончайший слой обалдеть просто вот здесь у меня прям я не знаю смотрите толщина какая меньше меньше карта даже это тоже очень крепкий очень вот здесь толщина побольше получилось у розового его я точно не сломаю невозможно нет он даже не прогибается вообще меня никак мне гели уже понравились но я еще даже их не попробовал ногтях давайте это исправим наконец-то я это все спиливаю спиливать придется весь желтый гель весь до самого конца а наращивала я именно им значит мой ноготок останется совершенно голеньким как он был до этого наращивания единственное что я оставлю свободный край который у меня отрос свой он мне нисколько не помешает даже наоборот поможет если вдруг гель у меня будет затекать потому что я буду наращивать на верхнюю форму и он мне не даст затека до кожи а если что вдруг затечет то будет прямо рядышком свободным краем кстати забыла показать сколько мои отросли помните я их убирала совсем под корень чтобы у меня желтый гель был везде но принципе сильно это не отличается и сильно не напрягала меня вот это главное чтобы на торцах был так вот смотрите я спилила практически все и здесь тонюсенький слой уже остался но там мягче и помягчил уже вот и я сейчас наверное спилю это все лишнее фрезой а потом пилкой доработаю я хочу все равно оставить свой ноготь хоть сколько-нибудь пусть он будет ну то есть я не буду длину сама убирать спилила весь желтый цвет и потом доработаю пилкой остальные четыре ногти убрала за кадром теперь мне нужно подровнять не только свободный край но еще ноготь сверху чтобы он не был ровный ну и убрать какие-то остаточки которые остались лишние на ногти потому что я побоялась сильно много спиливать чтобы не задеть свой ноготок теперь подготавливаем ноготь к покрытию конечно нужно нам вычистить птеригий если мы его вычистим плохо тогда у нас по нему прям затеки будут конкретные особенно когда материалы жидкие они очень легко по всем по этим потекут я прям мастер объяснять по всем по этим я надеюсь вы меня поняли убираем кутикулу и ногти готовы покрытию вот такая заготовка у меня получилось наращивать попробую на эти верхние формы они мне когда-то давно приходили с алиэкспресса попробуем их опять лампа замигала да что ж не так то короче у меня я поняла что у меня лампа начинает мигать когда лампочка перегревается я ее выкручиваю вставляю новую холодную она не мигает потом меняю местами так подобрала верхней формы мизинец десятка потом 757 единичка это я наверное скорее всего для себя больше чтобы не запутаться я потом это видео посмотрю у меня уже будете подобрана хорошенько обезжириваем ногти чтоб прямо скрипели можно пару раз даже ну и наносим базу ну и конечно ее нужно просушить 30 секунд минутку где-то так мне еще надо сделать какую-нибудь конструкцию потому что фонарик у меня сел лампочки у меня нет вот например если я буду вот так прислоню и будем сушить пусть вот так будет а кстати кто-то вот так вот боком ее кладет не знаю может так удобнее будет если я боком положу пришпандую сюда хопа ну да так же будет удобней только обязательно нужно перед лампой гель не оставлять буду наращивать четвертым и пятым номером это розовый и сиреневый большой указательный средний у меня будут розовыми два последних сиреневыми я просто чисто проверить попробовать как будет смотреться моя задумка такова что я наращиваю свободный край цветным гелем а потом сверху от кутикулы уже растягиваю молочкой таким образом у меня получится плавный градиент еле-еле заметный как вы видели я наложила в типсу очень тонкий слой в принципе этого достаточно ноготь уже крепкий и не доводила гель близко краю чтобы меня не затекло но у меня это так затекло но и смотрите с той стороны тоже нормально все получилось смотрите какой тонкий слой получился прям тончайший здесь даже прям просвечивает уже ноготь мой прожимаю его а он вообще не жмется вообще какую гель вы представляете он вообще не сгибается вот такой вот тонюсенький слой очень понравилось как гель распределяется в самой типсе он расплывается как надо за счет своей низкой консистенции ну или вязкости так тоже можно сказать сохнет быстро припекает где-то секунде на 10 12 мне пекло не сильно руку я из лампы я не доставала а вот сегодня девочки делала она прям у нее сегодня очень большая чувствительность была она прям доставала постоянно каждый ноготь ну как постоянно припекло она вынула подождала и дальше досушивает боже мой как круто и быстро получается вот вот это все я за пять минут сделала ногти вообще жесткие при жесткие тончайший слой я в шоке я не думала никогда что вообще даже мечтать о таких материалах не не думала но не мечтала не думал никогда что так может быть что вот такой вот тоненький слой но вот это вот сейчас я еще еще выпиливать буду под ногтем у меня получилось вот надо убрать вот эти вот наплывчики не знаю мне кажется вот этот у меня слишком коротенький пустос но сейчас я попробую выпилить что-нибудь из них длинные то мне тоже не надо сейчас попробуем что-нибудь обязательно убираем липкий слой а он нам вообще не нужен потому что мы будем пилить она будет все прилипать и кризис налипнет естественно нужно обязательно убрать сначала взяла фрезу для снятия старого материала убрала лишние кончики чтобы мне лишнее не пилить пилкой а сразу уже спилить все чтобы было легче намного ну и сверху убираю конечно бортики которые мне помешают для дальнейшей выкладки а вот на большом пальчике я еще фрезу сменила вот где смогла я большой фрезой спилила а потом взяла для кутикулы фрезу и подправляю там где не подлезла той толстенькой вот теперь можно пилочкой подработать свободный край а я тут начала пилить а мне снизу мешается я забыла выпилить из-под ногтей сначала нужно выпилить а потом уже подравнивать пилкой потому что слой будет тоньше и его легче пилить я кстати сегодня ни разу не пожаловалась что делала левой рукой конечно ей очень неудобно даже если я об этом не говорю ну а теперь дорабатываю форму я люблю поострее делаю свою родную как обычно наконец-то ура ура забегая вперед я никак не нарадуюсь своей новой форме ну удобно очень убираем всю пыль и я решила что еще раз покрою базой потому что пока я пилила вот эти вот свободные края тут переходики делала думаю что где-то я базу точно спилила и чтобы у меня все хорошо относилась точно я покрыла еще один слой базы теперь взяла блестки и растягиваю их по моему так симпатичнее получилось с ними теперь беру молочный гель номер два сначала начала делать один ноготок думала что не успею 2 посмотрела капелька не сильно быстро растекается и я решила что сделаю сразу и второй ноготь своей скоростью я прекрасно с этим гелем справилась успела все отлично растекается выравнивается думала еще о каких-то наклейках или слайдерах но передумала оставила так так тоже симпатично финальный шаг перекрываем все топом ой забыла вам рассказать про молочный гель он полупрозрачный он без белесого такого оттенка прям вот такой полу полу ну вы все видите сами мне очень понравился если что у меня есть молочно-белый вот а вот такого молочного нету и градиент получился именно как я задумывала прям вот такой ненавязчивый еле-еле видный ну на камере вообще непонятно чё там а так жизнь это видно и ногти нарощенные на розовый гель мне понравились больше смотрится лучше ну и как вы поняли в гели я влюбилась с первого взгляда и я теперь официально заявляю что это мои самые самые любимые гели обязательно купите хотя бы одну баночку попробуйте вы не пожалеете ссылки на них я оставлю в описании под видео но у меня на сегодня все увидимся в видео всем спасибо пока пока